Субтитры сделал DimaTorzok Как бы, ну, Христа не обрел в полной мере То есть он еще как бы сомневается Что-то его тревожит еще от этого Николая Он не то что сомневается, он, так сказать, раскрывает для себя А пока из всего ему больше всех Христос приглянулся Он еще, ну, как бы не утвердился, да А так-то он из всего, что в религии он смотрит Он говорит, Христос более подходит его сердцу и душе Ну, в конце он там такую мысль как бы высказал Но мне кажется, все-таки придет к правильному пониманию Он говорит, что типа невозможно Бога познать Типа за одну вот эту жизнь И что вот он там за буддизм как-то заглядывался Думаю, ну, конечно, ты его в полной мере не поймешь Он непознаваемый То есть он бесконечен Ты его можешь бесконечно познавать И никогда ты его так вот не познаешь Вот, как вот он сам тебя знает Так, а у них принцип-то буддизма Ты же забываешь предыдущей жизни И как ты их познавать Если бы ты помнил бы предыдущей жизни И сравнивал их с нынешней Тогда бы можно было что-то сопоставлять А у них принцип-то какой Ты перерождаешься и опять по-новой начинается у тебя путь То есть без памяти Тут смысла нет совершенно никакого Опыт, как бы, не накапливается Ну, людей Запрасывается, как бы Вот, еще посмотрел Беседуя Испытание веры 2 Вот где С Александром Андрусенко Ну, как-то вот Я не знаю То есть В принципе, он правильно, как бы, все говорит Но Вот позиция По священству, мне кажется, не совсем правильно Я вот придерживаюсь такого мнения Что Священники, они должны быть Вот Но не все Подряд, конечно Те, кто В ереси Те, кто С еретиками Молятся с ними И как бы совершают литургии Упоминая их Я считаю, что Это не священники Они утратили свой дар Вот Вот в том и дело Что, видишь Его до конца Ну, очень Немногие Поняли Он опять же говорит Почему меня не понимают Может быть Я изъясняюсь Не совсем правильно Он-то, в принципе Об этом и говорит Что он так и думает Что он так и верит Что Он просто Не видит Священников Тех, которые Предполагаются Да Вот Так-то он верит Вот Во все это А то, что есть Такие священники По крайней мере Он говорит Я их не вижу Через которых Могла бы Приходить благодать От Господа Видишь Он не может Принять Что именно Вот Посредством Вот конкретно Таких священников Идет благодать Ну вот Я Смотрел Несколько видео Он Дьяконом Был А сейчас Его Рукоположили Недавно Это Геннадий Кондрашов Вот В Монашестве Он говорил Он позицию Высказывает Совершенно Такую Адекватную И Лично С ним Не знаком Но То, что он Говорит Я с ним Полностью Согласен В этом Почему У меня Как бы Разногласия Появились С моими Так сказать Я уже Не знаю Как назвать Потому что Они меня Все Покинули Уже Не общаются Со мной Дмитрий Такой Мне Даже Братом Называл Сейчас Он считает Что я В расколе Что я В эти храмы Не хожу Где Гунди И поминается И считаю Что он Еретик И Поэтому Я Раскольник Значит Зелот Я говорю Дима Я не могу Так Вот Если Это нормально Ты можешь Делать Как хочешь Я говорю Я чувствую Что я Этим Христа Предаю Я не могу Быть в храме Где Молятся За Предателя Христа Который Активно Еще и Ересь Попагандирует Вот Недавно Опять С англиканами Встречался Вот Что Это нормально Это Вообще Никакие Рамки Ну Я бы Знаешь Как Я поговорил На эту Тему Допустим На тему Патриарх Но я Не имею Информации Дело в том Что я Не перевариваю Просто Ну Чисто Духовно Многие Говорят Что Проповедь Проповедь Его Полезна Вот Он Такой Ну В принципе Одаренный Имеет Имеет Такой От Господа Дар Проповедника А я Не могу Его Слушать Вот Сколько Он Еще До Этого Времени Как Стал Патриархом Он Были У него Там Проповеди Я Более Трех Минут Ну Не Могу Но Я Хочу Даже Послушать Знаешь Ну Ради Того Чтобы Понять Что Человек Несет А Вот Не могу И все Духовно Не принимаю Вот Просто Знаешь Как Вот Как Организм Отвергает Какую-то Еду Такая Вот Духовно Не могу Вот Хоть Как И я Не готов Потому Что Знаешь Как Я просто Не знаю О нем Ничего Потому Что Мне Человек Не то Что Не интересен Он Мне Неприятель А Говорить О нем Я Не знаю Чего Я Считаю Что Это Вот Ну Страусиная Позиция Такая Димина В том Числе То Так Это Я Не знаю Я То Что Не хочу Осуждать Но Что Это Как Был Гордыни Какая Духовная Что Вот Мы Праведные Такие За Патриарха А Ты Раскольник Иди Отсюда А Что Нам Дал Стоит Патриарх Церковь Из Тысячили Ну Я Меду Русская Церковь Православная Она Из Тысячелетней Истории 200 лет Всего Имеет Опыт Патриархального Служения У нас 800 лет Не было Никаких Патриархов И нормально Мы обходились Без А Что На Нем Клином Свет Сошел Что На Нем Вообще Есть Он Есть Нет Его И Нет Какая Разница Вообще Нет В Том То И Слово Какой Нелестное Так Там Аж Я Не Знаю Огонь И Пламень Пускают В Твою Сторон Да Я Тоже Столкнулся Ну Как бы Чуть Чуть Коснулся Но Да Видел Явление Такое А Вот Еще Посмотрел Там Дама Одна Странненькая Не Всякому Духу Верьте Вот Это Видео По Моему У Нее Что Не В Порядке Есть Такое Конечно Я Не Хотел Бы Знаешь Вот Этим Роликом Они Ну Там Много Отзывов Да Они Как О Человеке Ну То Что Не Совсем Духовно На Правильном Пути Я Понимаешь Я Тем Самым Хочу Сказать То Что Мы Сами Должны Себя Проверять Мы Вот Сейчас Отобили Такой Информации В Интернете Да Мы Вот Как Каждый Себя Что То Представляем Ну Ладно Мы Да Мы Научены Сейчас Через Многие Знания А Проверять Мы Себя И Часто Забываем Я О себе Так же Говорю Сколько Раз Ловил Себя За хвост На Вот Этих Всяких Прелестях И Тому Подобное Понимаешь Часто Приходится Каяться И Я Знаешь Хочу Этим Самым Тоже Ну Мы Сейчас Ну Человек Друг 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 Сейчас Знаешь Как Тоже Много Заговорили О том Что Не надо Ни о ком Ничего Говорить То То Есть Тоже Как бы Позиция То Что Не Осуждайте Никого Ни о ком Ничего Не говорите Без Его Присутствия Ну Тут Существует Две Стороны Есть Сторона Осуждения А есть Сторона Болезни За Человека Переживания За Его Состояние Духовное Хочется Конечно Сказать о нем Чтобы он Услышал Потому что Наедине Когда это Говоришь Допустим С человеком Один на один Человек Сразу же Отвергает Это И не дает Просто Высказаться А как бы Со стороны Глядя На беседу Двух людей О нем Он уже Как бы По другому Это услышит А то Что Не осуждайте Осуждайте Там У меня Много Комментариев Такие Не судите Там Не судите Какое Осуждение Осуждение У меня сердце Болит За людей Вот Опять же За священников За этих Да у меня И мыслях Не было Кого-то Осуждать Ну я Удивляюсь Почему этого Люди Не слышат Я Всей Всей душой Болею За наше Сегодняшнее Православие За нашу Церковь Да я Хочу Исправление Почему же Я не могу Говорить Осуждает Тот Кто Видит Осуждающим Другого Если Ты Видит Ну Как разумные Люди Поступают Если Ты Видишь Допустим Осуждающего В беседе Ты переведи Его Аккуратно На другую Тему Не ты Чему Что ты Там Зачем Ты Судишь Если Ты Называешь Человека Осуждающим Да Ты Выносишь Ему Суд А это И Есть Самое Самое Настоящее Осуждение Да Ну Это Вот Как бы Да Хороший Такой Способ Именно Когда Со стороны Смотреть На то Что Люди Говорят Вот Потому Что Может Если В прямую Напрямую Сказать Может Озлобиться Конечно Ну И не Всегда Знаешь Из опыта Так Просто Знаешь По мягкости Сердце Может быть Вот так Вот Иногда Из лукавства Из-за Какого Ты Не можешь Сказать Знаешь Человеку В глаза Когда Один На Один С ним Все Так Не Ходит Человек Угодничество Знаешь Такое Вот Да Вот А еще Хотел Сказать Что Попробовал Побеседовать С тещей Как Узнать Вообще Духовном Состоянии И Немножко Недумение Пришел Ну Как бы Говорил я Из своего Какого Духовного Опыта Что Как вот Борьба Происходит Мысленная То есть Как Вот Полумысл Приходит То есть Что Господь Дает Как бы Открывает То Что Твое Что Не Твое Вот И Ты Уже Как бы Перед Выбором Становишься Принимать Это Или Отвергнуть Вот Отвергать Надо Как Можно Быстрее Чтобы Сражение Так Сказать Соединение Не Произошло С тобой Я У нее Спрашиваю У вас Что Подобное Бывает Да Нет Не Может Быть Может Просто Не Понимаете Где Ваши Мысли А Где Весовские Помыслы Не Вроде Такого Нет Я Не Знаю Странно Как То Как Не Знаю Почему Так Происходит Может Быть Господь Конечно Вас Так Милует Что Не Дает Этого Может Вы Просто Еще Как Ну Не Встали На Путь То Есть Как Именно Еще Не Открылись Для Бога То Есть Как Вот Не Родились Свыше И Поэтому У вас И Ничего Такого Нет Или Вы Просто Не Видите То У У У Мысленный Поток Он Смешан Ваши Мысли Весовские Помыслы Все В Одно Идет Вы Думаете Что Все Ваше На Сам Деле Нет Она Уверяла Что Ничего Такого Типа Злого Никому Не Желает И Представьте Вы Знаете Точно Что Какое Действие Это Плохо Однозначно Плохо И Вам Приходит Мысль Или Помысел О том Чтобы Это Сделать Не Бывает Такого Разве Нет Не Бывает Ну Удивительно Я Подумал Как То Странно Это Знаешь Как Я Думаю Бывает Иногда Я Слово Скажу Скудность Жизни Человек Просто Знаешь В своей Жизни Выбирает Такую Дорогу Идет Он Не Распыляется Работа Дом Работа Дом Ничего Особенного Не Делает У него Все Повторяется За Дня В День Вот Он Не Рискует Идти На Какие Поступки Вот Поэтому У него Все Однообразно У него И мысли Как бы А Че Ему Там Если Он Ничего Нового Не Происходит О чем Ему Думать Какие Мысли Вопрос Надо Себе Задать Трудишься Для Господа Конечно Тогда Война У тебя Будет Сердце Если Ты Не Тепло Охладный А Если Тепло Охладный У тебя Все Так Все Так И Происходит Без Событий Знаешь Ну Возможно Возможно Просто Я удивился Я просто Помню Когда Вот Ну 15 лет Уже Сознательно Так Пришел Господу Уже Именно Цель Как бы Направленно То есть Я почувствовал Возменение В себе Внутри Вот И Когда Вот Я молился На меня Такие Искушения Просто Наваливаюсь То есть Передать И всякие Хульные Помыслы Там И на Господа И на Матерь Божию И что только Не было То есть Это просто Как вот Шум на стадионе Стоит Бесовский Это не мои Мысли Мне Господь Это открыл Для того Чтобы я видел Кто Мои враги Чтобы я увидел С кем С кем Надо бороться Вот Ну Бесство Он просто Так не подойдет Он же видит Твой труд Умственный Да Он видит Что ты Размышляешь Тогда он Подключается Вот А если Человек Не размышляет Вот знаешь Иногда Человек Спрош Ты о чем Думаешь А зачем Мне думать Голову Забивать Ну Это Склад Людей Просто Он Как бы Хладнокровный Такой Человек Зачем Что-то Там Переживать О чем Буду надеяться Что все-таки Это изменится Как-то Станет Она потеплее Немножко То Как Страну Первый раз Такой Ну По поводу Вот этой Вот Рутинности Каждодневной Да Наверное Это Так и есть Потому что У нее Постоянно Там По программе Там Действовать Каждый день Как робот Исполняет Да Что там Ее еще Это Знаешь Нам Просто Вот Почему Что у нас Отсутствует У нынешних У современных Ну Так называемых Христиан Отсутствует Страх Божий И Размышления О смерти Да Человек Не думает Когда о смерти Он живет Вот Просто Завтрашним Днем Что у него Завтра Все то же Самое Повторится А когда Началось Человек Думать О смерти О вечной Жизни Тогда у него Конечно Появляются Размышления Вот Поэтому Она Самому По себе Польза В этом Есть Чтобы Размышлять О смерти О том Что ты Умрешь И Тебя Не будет Да Вот Я не помню Кто сказал Помни Часто Смерть Но И Вовек Не согрешишь Вот Это Конечно Да Да Естественно Такая же Беда Вот Но он Вообще У него ЧП Небольшое Произошло Он Очередной Раз Напился Его Его же Собака За руку Укусила Так Хорошенько Прям До мяса Вену Прокусила Там Кровью Ходил Брызгал Вот Ну Опья Ничего Не сделает Вот Еще Он Любитель Всякой Сатанинской Этой музыки Там Старый Вот Дзеппелин Дио Вот эти Все Айрнмейдены Вот Эта Вся Дрень Вот А я Смотрел Не помню Как фильм Точно Называется Но в общем Там Люди Которые Работали В музыкальной Этой индустрии За рубежом Они Рассказывали О том Как Происходит Запись Вот Этих Всех Мастер Дисков Мастер Диском Называется То есть Когда Вот Какая-то Группа Там Исидиси Например Упускает Мастер Диск Или Мастер Тейп Он Называется То Над Этим Мастер Диском Или Мастер Тейп Ну Это Пленка По-английски Совершается Обряд Магический И Как бы На Эту Запись Накладывается Заклинание Определенное Вот И И Потом Она Уже Начинает Тиражироваться То есть Это Проигрывается Как-то В обратном С Расчетом Ну В обратную Сторону То Контроль Контроль Теряет Полностью Начинает Дурью Всякой Страдать Опытным путем Любой человек Скажет Ну Который Господом Знакомься Вот Эту Музыка Как раз Фильмы Вот Эти Ужасы Знаешь Это Прямо Конкретно Дверь В сердце Я вот Сам по себе Знаю Ну Знаешь Хотел Просто Как бы Познакомиться Вот С этим Репертуаром Чего Снимают Сейчас Я вообще Раньше Любил Вот Ужастики Всякие Знаешь Вот Такие Вот И Смотрел Ну Пару Десятков Фильмов Я посмотрел Вот Недавно Буквально Ужасы Современные Но Ведь Я хочу Сказать Если Видел Снимают Я не знаю Откуда Они Сюжеты Эти Берут Сейчас Раньше Как были Ужасы Там Какие-то Мертвецы Из могил Стоят Но Сегодня Посмотрите Это Наивность Сказки А сегодня Понимаешь Они Уже Открывают Духовный Мир Непосредственно Вот Тех Духов Которых Мы Знаем Вот И Знаешь Раз Страх Такой Находит Ну Я не знаю Бывает Кто Это Видит Не Видит Ужас Такой Иногда Бывает Сердце Вот Этот Страх И Причем Они Хотят Его Передать Вот Сегодня Через Фильм Я По себе Чувствую Когда Я посмотрю Этот Фильм Вот Видео Такое Я Чувствую Что Уже Страх В Сердце Поселяется Вот И В Один Вот Момент Какой-то Они Обязательно Этим Страхом Тебя Улавливают Душу Твою Да Я Это Видел Вот Когда Вот В Мае Мы Общались Как раз Сон У меня Был Что Как бы Из Экрана Вот Эти Бесовские Духи Выходят А экран Не Просто Как Вот Материальная Какая-то Плоскость Которую Можно Там Потрогать Там Пальцем Как Портал Что Через Вот Это Изображение Через Фильмы Через Игры Это Все Проникает Через Глаза Сердце В душу И Отравляет И Разлагает Это Все Вполне Реально Сохраняется И Оскверняешься От того Что Видишь Оскверняешься Внутри В откровении Сказано Облудницы Сидящие На Семей На Звери Подряд Ну да И Кто такая Вот знаешь Сейчас Кто говорит Что это Америка Кто говорит Москва Кто говорит Что это Православие Ну Церковь Сегодняшняя Вот Кто говорит Что это Все Протестанты Вот А есть Еще Версия Что это Как раз Вот этот Дух Злобы Сатанизм Это Блудница Которая Сидит На Звере Багряном Оно же Полностью Проникло Сегодня Во все Структуры Цари Блудодействовали Смотри Какие Президенты Ца Эти самые Ну Председатели Да Президенты А Премьер Министр У всех Есть Предсказатели Гадалки Сейчас Посмотри Это же Показывает На Ну Повсеместно Повсюду И люди Причем Сейчас Милиция Даже пользуется Услугами Вот этих Гадателей И У каждого Президента У каждого Царя Были Всегда Вот Какие-то Звездочеты Какие-то Болхвы Какие-то И до сегодняшнего И до сегодняшнего У Кого У Горбачева Были Потом У Ельц Она Были Точно Джуна Это Самое Было Они же Полностью Входят И сейчас Будет Колдуны Очень Любят Ну Им Знать Зачем Они Туда Ходят Ходить В церковь Вот Потом Они Всех Своих Вот Этих Пациентов Как Я не знаю Они Прежде чем Осквернить Их Да Они Посылают В церковь Пошли Свечи Купили Какие-то Провели Обряды Там То есть Они Непосредственно Взаимодействуют Вот эти Все Колдуны И то Что Мир Сегодня Полностью Завязан Вот На этом Колдовстве То Что Причем Если Взять Откровение Я почитал Знаешь Вот То Что Там Описывается Как Она Описывается Это Будница Очень Подходит Вот Ну Знаешь Вот Если Даже Сравнить Там Ну Слова Богохульные На ней Написаны Да Вот Ну Где ты Увидишь Сегодня Православной Церкви Чтобы Там Или У католиков Даже Или У Протестантов Где-то Увидишь Чтобы Слова Богохульные Где-то Были Там Или Никто Сегодня Такого Не допускают А Именно Именно Вот Эти Вот Колдуны Они Именно Хулят Вот Этими Словами И Бога И Церковь То есть Заклинают И Иконы И Святых И Все На свете Они Посмотри У них Есть Иконы У Всех А И Тем Самым Они Как Б Хулят Ни С Чем Так Сегодня Народ Не Завязан Как С Колдовством Вот Ну Сегодня Даже Я Не знаю Сегодня Наверное Уже Нет Таких Людей Которые Не Были Бы Связаны С Этим Не Говорю Уж Последним Вот Эти Последних Двух Трех Поколениях Которые Телевизором Научены А Раньше Это Если Не По Телевизору То Это Происходило Начиная От Праздников Какие Нибудь Там Эти Самые Гадания Да Плюс До Походов Походов К Гадалкам Там К Цыганкам Раньше Цыгане Вот Восемьдесят Конец Восемьдесятых Девяностых Я помню Работали Они На каждом Углу Стояли Погадать Там Вот Люди Все В один Клубок Колдовством Закутаны Даже Вот Внешне Это Все Проявляется И Уже Настолько Люди Пропитаны Вот Этим Духом Сатанинским Что Уже Открыто Выпечивают Это Напоказ Вот Машины Я видел Символы Там Тойота Пририсовывают Я не знаю Где они их Покупают В каких Магазинах Но Приклеивают Там Рожки Трезубец И хвост Такой Стреловидный Типа Как Черт Вот Шестерки Целенаправленно Себе На номер Ставят Именно Как бы Чтобы Показать Вот То есть Какие-то Вечи Где 13 Используются Там Тоже Все это Подрисовываются Вот Недавно Ехал Ресторан Суши Бар Там Две Палочки Им 13 Лет И Вот У них Там Тоже Под Это Все Разрисовано Хэллоуин Этот Везде Пропагандируют То есть Бесовский Этот праздник В школах Даже Проводят Это Все То есть Уже Мир Пропитался Настолько Этим Всем То есть Бога Не то Что Забыли Именно Соединились Сатаной Соединились Именно Как раз Потому Что Забыли Бога Но Сейчас Это Уже Не скрытно Как Раньше Вот Уже На показ Ставится И Это Модно Сейчас О царях Люди Молятся Да Молят Господа Чтобы А кому Кому Царя Присылать Народ Народ Развращен Полностью О каком Царе Он Придет Его Через Неделю Он Ж Гадал Этих Всех Он Сразу Ну Приговорит Ну Да Казнит Казнит Конечно Так И Все Кто К ним Ходят Тоже Наказывают Нет Пока Что-то Я Не вижу Что Можно Какого-то Царя Потому Что Нет Я Смотрю Тоже Там Пророчество Пророчество Но Это Они Вот Часто Не пускает Этот момент Да Есть Там Что-то Было Где-то Кто-то Там Что-то Говорил Вот Но Если Будет Покаяние Народа Ну Как Покаяние Всеобщее Не Только Вот Как Они Грехи Царе Убийство А Лично Покаяние Каждого Изменение Образа Мышления Каждого Каждого Он А как Покаяние Покаяние Предполагает Перемену Жизни Это Же Мало Того Что Покаялся Человек Пусть Собралась На Красной Площади Там Многотысячная Толпа Пришла Покаялась Но Им Нужно Измениться Еще Для того Чтобы Принести Достойный Плод Покаяния Вот Ну Меняться Люди Не Собирают Совершенно Сегодня Прекрасно Все Устроены Кому Чтобы Чтобы Привыкли К К К К К К Получению Удовольствия Этих Всяких Игрушек Безделушек И Потом Когда Налик Отменят Скажут Вот Только Через Карту Эту Ой Так Как же Конечно Мы Побежим А у Кого Еще В Банках Деньги Хранятся Скажут Вы Не Сможете Ими Пользоваться Потому У нас Больше Наличности Нет Вот Мы Можем Вам Перевести На Ваш Счет На Вашей Карточке И Все А Куда Делаться Я Вот Тоже Как-то По Поводу Как раз Увольнения Тоже Ну Стараюсь Уже Ну По Крайне Маленький Мере Шажок Но Все Таки Уже Система Это Не Зависеть Вот И Перебираться Ближе Как бы Деремену Не Очень Конечно Далеко Где-то 80 Километров Примерно От Питера Но Все Таки Подальше Там Как-то Поспокойнее Нет Этого Движения Все Городского Вот Народу Мало Как-то Там Как Не Зависеть Сейчас Во-первых Налог На землю Надо Платить Если Рядом Находишься С Мегаполисом Городом Да То Налоги Обязательно В какой-то Деревне Вот Это Надо Совсем Глубинку Куда-то Где Земля Свободная А так Налоги Заставят Платить Вот Иначе Отрубят И свет И все На свете Это Надо От всего Отказаться Я же говорю Вот Люди Паспорта Рвут Выбрасывают Да А Че Толку Ты же В магазинах Покупаешься Зато Машину Заправляешь На заправке Ты же В системе Находишься Если ты Рвешь паспорт То уже Тогда Отказывайся Полностью От системы Вот Это Я Знаешь Как Я За За то Чтобы Отказаться Это Шаг Да Это Ты Тем самым Показываешь Свою верность Господу Но Если Ты Отказываешься То Уже Лицемерить Не надо То Отказывайся От всего Садки Себе Рубаху Шей Себе Одежду Холщовую Или Какую Шерстяную То есть Практически От этого От всего Отойди Что у тебя Не было Никакой Вещи Даже Вот Связанной С этим Миром Работы На Огороде Вот А Че Что Да А Если Уже Нет Ты не готов К этому Тогда И не надо Ничего Вот Это Вот Не с паспортами Манипуляций Никаких Ничего Не надо Делать Ну да Нет Просто Ну Нужно Понимать Когда Будет Уже То Что Нельзя Принимать Сейчас Спектурно Стоит Когда Уже Ты Будешь Иметь То Без Чего Нельзя Будет Ни Купить Ни Продать Наличные Уже Не Будет А Будет Карточка Замена Документов И Наличных Денег Вот Это И Есть Уже Насчертание Я думаю Что Это Начертание Именно Карты Да А вот Еще По поводу Как раз Николая Я Вот У него Акцент Такой Интересный Как будто Он Не совсем Русский Как будто Иностранный Какой-то Акцент У него Нет У него Просто Не акцента А как У него Манера Речь Ну Вот Он Показывал В беседе Тоже Упоминал Точнее Не показывал Я Потом Сам Посмотрел Про НЛО Что Он Впечатлен Был Этими НЛО И Прочее Что Это Вот Реально Есть Он Еще Как Не Понял Конечно Что Это Бес То Есть У Меня Тоже Было Такое Искушение В Время Но Оно Было Какого Рода Ну То Есть Такую Огромную Вселенную Создал Господь Да Ну По крайней Мере Нам Как бы Говорят О том Что Она Большая Вот И Мысль Такая Как бы Да Что Неужели Только Вот На этой Маленькой Земле Там Которая Вообще Точкой Там Какой-то Микроскопическое Пространство Является Он Создал Человека То есть Наделил Его Своим Духом Дал Дыхание Вечное То есть Душу Вот Неужели Нигде Больше Нет Такого А потом Как-то Само Собой Пришел Мне Такой Ответ Интересный Вот Что Как бы Возможно У Бога И было Запланировано Населить Как бы Вот Да Плодите Родонажайте Наполняйте Всю Землю Мне кажется Вот это Вот Слово Всю Землю Оно Не Конкретно К планете Земля Относилось А вообще К материальному Миру Как таковому И возможно Было Был какой-то План По Как сказать Заселению Вселенной Но так как Человек Очень быстро От Бога Отпал Это все Свернулось Вот И Пришлось Уже Как бы С человеком Разбираться На этой Земле Если Допустим Взять Бытие От создания Мира Вот Сотворил Господь Что сотворил Господь И там Перечисляется Сотворил Твердь Над Невом Твердь Под Невом Но это Отверди Это Не о Земле Говорится Это Именно Та Твердь Как раз Воздух Тоже Является Тверди Вот И Как бы Вот это Все Пространство Оно Является Тверди Мы Не знаем Что Господь Сотворил Да Как это Что это За земля Была Если люди Не имели Тогда Тел Да Они Находились Совершенно В состоянии Духовном Ведь Он Обрек Обрезы Кожаные Он дал им Тела Вот эти Наши Которые Сегодня Мы имеем Бреховные Да А мы Не знаем Какое Состояние Земля Имел И Человек В то Время Об этом Размышлять Тоже Но Это Только Знаешь Самому Себе Что-то Подумать А Утверждать Мы Ничего Не Можем Конечно Ну Да Я Просто К тому Что Николая Могло Это Ну Искусить То Я Просто Понял Понял Примерно Его Ход Мысли Насчет НЛО Вот Что Типа А не Бог Лето Вот Что Типа Высший Разум И прочее Там Вот Эти Все Существа Это Бесы Они Просто Форму Такую Принимают У меня Была Книжечка Там Сравнивались Случай Похищения Бесами Которые Были Описаны В Житиях Разных И Случай Похищения НЛО Ну Практически Идентичны Вот В Древние Времена Люди Видели Там Колесницы По Нему Там Бесовские Катались Вот А сейчас Так Эра Уже Космическая В космос Уже Вышли Уже Более Менее Какие-то Стали Аппараты Летательные Из себя Изображать Ну То Беж Чтобы Быть Как Б В Теме Вот А форму То Они Любую Могут Конечно Принимать Конечно Они Что Развиваются Они Усовершенствуют Себя Для того Чтобы Вступить В Последний Бой С Богом Сатана То Он Готовит Битву А Как Ему Подготовиться Ему Тоже Надо Совершенствовать Ну Как Сегодня Армия Совершенствуется Да Мы Видим Допустим От Стрел Лука До Сегодняшних Томагавков Там Или Ракет Стратегических Да Как Возрос Человек Но Это Не Сам Человек Человек Своим Умом Это Не Мог Сознать Это Только Бесы Могли Этому Научить Да Но Если Они Это Человеку Могли Передать Ты Представляешь Насколько Они В своем Уме Вот Этому Совершенны Насколько Они Могут Если Сатана Властитель Над Стихиями Что Он Может Он же Может Творить Все Что Ну Все Что Господь Попустит Говорили Что Горе Кайлас Он Находится Я Вот Чего Такого Не Слышал Это Откуда Информация Там Прейх Был Как Раз Шамбала Это Все Оттуда Это Все Рау Под Горой Причем На Эту Гор Не Может Сколько Экспедиции Даже Последние Годы Была Экспедиция Люди Отправляются Они Не Неадекватно Себя Чувствуют Но Погибают Люди Там То На Них Сразу Страх Нападает Ну А ты Подумай Где Может Нападать Страх Да Ты же Видел Какие Они Проводят Обряды Маски Какие Они Бесов Так И Показывают У них Маски Бесовские Вот Они Значит Они Видят Этих Духов Значит Они Общаются С Ними У них Маски Вот Эти Страшные Говорит Да Там Свечение Какое-то Постоянное Из этой Горы Идет Непонятные Причем И Высота Этой Горы 6666 Метров Да Ну Вот Все равно Как-то Мне кажется Народ Будет До конца Оправдывать Говорит Что это Все Там Сказки Там Васьни То есть Почему-то Вот Закрыто От Людей Духовное Усприятие Мира Как такового То есть Для них Вот Это Вот Материальная Оболочка Вселенной Для них Это Самое Главное То есть Тело Было В порядке Вот То есть За этим Они Ничего Не Видят То есть И Мне кажется От Этого Все Беды Потому Что После Смерти Вот Этой Оболочки Телесной Они Ничего себе Не представляют А раз Ничего Как бы По их мнению Нет То значит Надо Эту Оболочку Телесную Уложить Как можно Больше Испытать Удовольствий Пусть Их Там Грехом Называют Это Значит Люди Они Может быть И верят По крайней мере Во все Времена Ну Не было Ни одной Даже Исторически Посмотреть Не было Ни одной Цивилизации Которые Вы не верили В потусторонний Мир Вот Так или иначе Человек Все равно Выражает Своё Понимание Того Мира Ну Кораня Там Людей Царствие Божие Сейчас Заведено Как-то Все Желают Там Ну Царствие Небесное Но Все равно Как-то Люди Верят Но Это Определенные Черты Верит Человек А Потому Что Потом Что Приходит А Приходит Понимание Потери Всего Материальную Конечно Человек Всеми Руками Ногами Он Цепляется За Материей Ну Потому Что А Как Это Это Ж А здесь Как раз И Включается Дар Божий Тот Который Во Христе Иисусе Если мы Господа Не принимаем Сердце Свое Если мы Не понимаем Что Он Наш Спаситель То что Через Него Мы только Можем Унаследовать Это Человек Реально Понимает Что он Ну Он верит Да Но он Не настолько Верующий Он готов Отречься От этой веры В любой момент Чемодан Долларов Перед ним Ставишь И все И человек Реально Отрекается От Своей веры Она Ничего Не стоит Эта вера Вот Да Поэтому Все Так Легко Ну Я Буквально Недавно Дядьке Своему Семьдесят Сколько Семьдесят Два Года Понимаешь Ну Я Вот Говорю Ему Открыт Что Библии Написано Семьдесят Лет При Больше Крепости Восемь Жизнь Человеческая Вот Что Ну Нету Я говорю Как бы Не трудились Вот он Трудится Нам все Дом там Все Улучшает Старается Все Ну Вот И он Не верит То что Он умрет Понимаешь Ну Казалось бы Мы реально Ну Этот момент Разложили Можно сказать По полочкам Да Вот Смотри Вот рядом С нами Главбище Все умирают Да Ну Ты же понимаешь Ну Он и соглашается Да Я понимаю Но в разуме Человек себе Не может Допустить Он не может Разуметь Этого А почему Не может А ведь На самом деле Человек не может Поверить Потому что он умрет Потому что душа Она бессмертна Поэтому У нас Мы не можем Вроде Сердцем Говорим А душа Не соглашается Душа Говорит Нет Я не умру Я буду Жить Вечно А тут Дело В чем Видишь Если бы мы Знали бы Бога И знали Его Противника Мы при себе Ну Легко Доказали Своему Сердцу А сатанат Сегодня Что сотворил Самое большое Достижение В чем То что Он Доказал Людям Что его Нету То есть Он Постоянно Нашептывает И вкладывает В сердце Такое Понимание Что это все Игрушки И на самом деле Нет никакого Сатаны Вот Поэтому Люди Так легко Относятся К этому Они не верят В эти муки Они Дадут Бог Нас Создал Что ли Для того Чтобы Мучить Не Такого Не может Быть А я Я вот Слышал Да Как раз Такое Мнение Но Уже Как бы Духовность Отрицательную Сторону Тут Просматривается То есть Пытается Обвинить Бога В том Что он Злой Потому Что Типа Допустил Такие Муки И Как же Так А я Как бы Говорю Послушайте Он Лично Никого Не Запихивает Туда Просто Когда Вы Себя Увидите В том Мире Чего Вы Достойны Гри Вы Сами Вату Ползете Сами Потому Что И Внутри Вас Сейчас Какое Ваше Сторон Духовное Вот К тому Вы Сроднитесь Не то Что Он Прям Вас Возьмет А Вот Давайте Там Ват Вот Затолкнет Там Какой Нибудь Палкой Там На Лопате Как В Печку Заложит Вот Нет Ну Кого То Он Так И Сделает То Есть Явных Служителей То Сатаны Возможно Так И Будет Что Их Насильно Туда Приходит Обычных Людей Просто Они Увидят Своё Место Знаешь Как Можно На Примере Показать Что Допустим Стихии Возьмем Стихии Огня Стихии Воды Они Не Могут Соединиться Правильно Вот Если К примеру Возьмем Господа Как Стихию Огня Он Свет Неугасаемый Он Пожар Он Солнце Он Горящий Там Миллионы Градусов К нему Невозможно Приблизиться Если Ты Сам Не Станешь Огнем Вот Когда С этим Источником Огня В Одно Целое Но Если Ты Солома Вот Или Там Капли Воды Конечно Ты Испаришься Этот Огонь Тебя Вот Поэтому У нас И призывает Христос Станьте Подобными Богу Как Он Сказал Будьте Совершенны Как Отец Ваш Совершен Вот То есть Мы Здесь Начинаем Стремиться К совершенству Для того Чтобы Нам Соединиться Там С С Вот А Это Значит О Том Что Ни Что Нечистое Не Войдет Туда Типа Бог Сказал А Вы Свиньи Вы Если Не Отмоетесь Вы Не Попаетесь Конечно Он Не Это Имел Ввиду Он Имеет Ввиду То Что Он Умоляет Можно Сказать Человек Ну Стань Ну Стань Ну Приблизь Хотя На Шаг Подойди Тогда Ты Унаследуешь Спасение Да Неправильное Понимание Неправильное Понимание И вот Мне кажется Как вот Правильно Что Сатана Сделал так Чтобы Все Поверили Что Его Нет Но С другой Стороны Когда Уже Приходит Конец Или Близость Конца Он Внушает Уныние Потому Что Многие Вот Года Три Или Два Назад Сюжет Был Офицер Какой-то Застрелился У него Рага Был Ему Лекарства Не дали Морфий Не дали Сильные Боли Там У него Были Но Он Так Вот Решил Какой-то Офицер Подводник Что Я Не Помню Где Это Точно Было Да У него Были Боли Сильные Очень И Он Пострелился Ну Так Многие Причем Даже У кого-то Находит Ну По крайней Мере Им Говорят Диагноз Не в Фак Что У них Есть Рак Вот И Даже У них Никих Нет Болей Ничего Идут И Кончают Жизнь Самоубийством Думают Что Они Тем Самым Себе Облегчают Чего-то На самом Деле Сами Себе Отправляют Лат Вот Это Первая То Что Приходит Это То Что Человеку У меня Тоже Были Такие Такие Мысли Первый Год Когда Ну С Болями Их Не Так То Просто Принять Я К ним Три Года Привыкал Научиться Их Принять Хотя Терпеть Их Научиться Как Это Вообще Представь Как Можно Научиться Терпеть Боль У Тебя Мозг Отключается Я Боль Такая Вот Начиная От Горла И До Самых Пятых На Этих Кончиков Ног Во всем Теле Невыносимые Понимаешь А этому А этому Можно Научиться Вот Господь Дает Какое Такое Что Ты Можешь Как Тело Одно Оно Существует Вот А Как Сознание Душа Это Уже Совершенно Другое Вот А А Представь Ненаучному Человеку Как Это Невозможно Принять Никак Вот Поэтому Многие Люди Ну Я Тоже От Таких Слышал Общался Много Тоже Вот С Колясочниками Такими Вот Спинальники Среди Нас Есть Спинальники А есть Шейники Спинальники Это У тех У которых Поясничный Отдел Словно Ну Вот Спина Которые Ходить Не Могут Но Руки У них Рабочие А Шейники Те У которых Руки И Ноги Не Работают Вот И Шейники И Спинальников Считают За Полноценных Людей Понимаешь Вот То есть Руки Многое Значит И вот Они Как раз Рассказывают Что Спинальники Очень Многие Вены Вскрываются И потом Принимают Эти Таблетки Пьют Кто-то Вешается На Кровати Очень Очень Много Процент Такой А потому Что Невозможно А как А как Ну вот Засыпаешь Более-менее Как-то Во сне Ну Приходит Утро Знаешь Что Ее надо Просыпаться И ты Понимаешь Сейчас Открышь Глода И ты Опять В эту Боль Впадаешь И все И как Люди Просто От отчаяния Они просто Не видят Другого Выхода И все Ну Вот Удивительно Что Двигательные Нервы Повреждены А чувствительные Получается Как бы Нет Или Это В самом Уже Спинном Мозге Вот Это Все Так Перемешано Что Ощущение Что Это Именно В Конечность Тех Боли Тут Понимаешь Как У всех По-разному Тоже Каждая Травма Она Очень Разница Друг А Вот Спинальники Они Не Чувствуют Вообще У них Нет Боли Допустим У них У Просто Как будто Отрезано Все И Как видите Он стучит Себе У меня Было Знакомо И он Ремонтировал Машину У него Девятка Что-ли Была Вот И он В яму Залез И как-то Там Нога Застряла Неправильно Попала Попала Куда И Он Сломал Ногу Понимаешь И не Почувствовал Даже Он Уже Увидел Только Когда Она Опухла У него Все Посинело Потом Понял Что у него Сломана Нога А у У Шейников Оно Как Кажется Мозг Вроде Оборванный Знаешь А Чувствительность У Меня Все Дотрагиваешься До Ног Конечно Она Такая Чувствительность Не Как У Здоров Такая Вот Все Чувствую Чувствую Что-то Такое Тупое Вот Да А Вот Сон Облегчение Дает Да Какое-то То То есть И Во сне Не чувствуется Ни боли Ничего Этого Или Это Как Просто Притупляется Ну Это Притупляется Да Она Есть Она Когда Сильные Боли Она И во сне И сны Такие Снятся Что Ты Где-то Или Застрял Или Куда Ты Знаешь Тебя Ну Что-то Такое Да Ну Только Господь Может Он Господь Вот Дает Это Этого Достигают Знаешь Есть Тоже Монахи Буддистки Они Как-то Посредством Каких-то Тренеров Достигают Ну Может Видел Я Не знаю Терпят Боль Невыносимую Так Что У них Даже Зрачки Не Расширяются Вот Это Как-то Они Воспитывают Вот Себя В Этого То Что Я Не знаю Как Это За Что Надо С чего Надо Начинать Чтобы Этому Научиться Тут Даже Непонятно А Это Господь Так Дает Да Ну Это Конечно Да Без Господа Мне Это Невозможно Было Вообще Ничего Утерпеть Ни Физические Ни Моральные Страдания Так Вот Наверное Те Кто Кончал Женецом Убийством Из этих Парализованных Они Просто Отчаяния Предавались И Как Не При Невозможно То есть Не За Господа Цеплялись А Как-то Без Обладевал Ими Вот Это Отчаяние Конечно Ну А Сейчас Ты Ролики Не Смотришь Там С Этого Этаназии Сегодня В Европе Разрешили Вот И Насколько Люди Я Смотрел Несколько Роликов Люди Соглашаются Как На смерть Как На Избавление Они Ну Я Тебе Хочу Сказать Если Б Я Был Неверующий Человек Вот На Сегодняшний День Я С Радостью Согласился На Этаназии Ну Там Че Он Выпивает Там Ценит Стыкали По Моему Наводит Как Какой-то Коктейль Вот Он Выпивает И В течении Там Десяти Минут Раз Захрипел Захрипел И все И Отошел Конечно Я Согласился На Это Без Без Всяких Колебаний Да Просто Я Представляю Пытаюсь Представить Точнее Каково Разочарование Души Такого Человека Что Он Думал Сейчас Получит Избавление А еще Убергается В худшие Муки Которые Были У него При жизни Это Прямая Хула На Бога Есть То есть Он В лицо Кидает Богу Тот Дар Который Господь От всего Себя Дал Человеку И Человек Просто Ты Слышишь В какой Тяжести Это Можешь Шу Хула Не В 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 Будущем Не Прощается Да А Многие Этого Не Видят И Не Ценят Люди Себе Объясняют Что Господь Он Же Милостивый И Он Примет Мое Это Же Делают Даже Верующие Люди Относительно В Европе Какая Вера Сейчас Существует Относительно Своей Веры Они Конечно Они Верят Что Господь Не Может Принять Того Что Я Каким Бо Я Ни Был И Люди Так Себе Убеждают У Них Бог В Европе Сейчас Он Такой Универсальный Совершенный Да Там Беда Конечно У Нас Там Беда Там Вообще Там У Нас Беда От Незнания И Как Б От Нежелания Познавать Бога Там Просто От Сытости От Комфорта И Бог Как Тоже Ну Как Еще Одна Опция Для Статуса Какого-то Социального Больше Наверное Так Ну Это Уже Даже Это В Прошлом Сейчас Полностью Отвергают Бога Как Существование Его Вообще Зачем Ты Ты Посмотри Ты Не Исследовал Тоже Вот Этот Вопрос Сейчас Много Об Говорит Невзоров Невзоров Он же Посмотри Он ссылки Дает На Ученых Которые Опровергают Существование Бытие Бога Причем Неподготовлен Человек Для Молодого Человека Допустим Не так уж Молодого Потому что Люди В таком Возрасте Уже Среднем И Пожилом Возрасте Принимают Его Утверждение Он же Приводит Ряд Ученых И Современных И Таких И Древних Которые Подтверждают Опытным Путем Что Бога Нет На Животных Он На Лошадях Он Одно Время Как-то Хотел Утвердиться Что Животное Способно Развитие Вот Этих Качеств Которые Человек Имеет Да Да Видел Я Суше Дни Там Он Такой Хитрый Бес У него Такой Темный Обольститель Ума Именно На Умственном Таком Слове Как бы Как бы На Логику Это Одна Половина Его Ну А вторая Половина Это вот Как раз Знаешь Вот этот Его Образ Сам по себе Как он Может попадать Себя Понимаешь То есть Он себя Подает Как Независимую Личность То есть Он Знающий Он Утвержденный Ты даже Не можешь Предположить Что этому Человеку Невозможно Не поверить Потому что Он настолько Уверенным И знающим Себя Преподает Я не знаю Почему На него Не Выйдут Люди Ну Просто Может быть Считают Это Самое Так Нечестным Выходить С ним Вообще На Диспуты Какие-то Но с ним Как правило Люди Выходят Такие Непросвещенные Особые Знания Не Боги Не имеющие Вот Там Легко Отвечать Опровергать Все Его Вот Эти Как Бы Догматы Но Они Настолько Вот Это Все Ну Как Раз Вот Он Сейчас Знаешь Чем Манипулирует Ну По Достоевскому Если бы Мы были Верующие Да Мы Тогда бы Горами Двигали Он Реально Он Понимает Евангельское В прямом смысле Слово Все Буквально Буквально И он Противовес Ставит Верующим Люди И верующие Люди Не могут Ему Ничего Ответить На эти Вопросы Тем Самым Он Утверждается В глазах Неверующих Или Атеистов Ну Так Получается Что Каждый Ищет Просто То Что Он Хочет И Человек Который Уже Как Хотел Как Сказать Быть Ближе К миру И дальше От Бога То Он Как Ему Симпатичен Будет Невзоров И он Просто Больше В этом Утвердится А другой Например Который Боги Утверждается Он Совершенно По-другому На него Посмотрит Но Будет Противен Есть Конечно Такой Но Тут Знаешь Я Больше Склонялся К тем Кто Не ищет И Там Вопрос Нет Тем Кто Сомневается Вот Над теми Людьми Конечно Он Будет Отвечать За тех Людей В большей Степени А не На тех Которые Не верующие Вот Сегодня Многие Много Людей Сомневающихся И через Невзоров Они Потому Что Ну У меня Так Знаешь И в Ютьюбе И вообще И в Соцсетях В принципе Я во всех Соцсетях Я видел Много Людей Которые Заходят Вот С вопросами Как раз На тему Невзорова Да Вот Они Видно Что Люди Сомневающиеся Вот И причем Их Им Его Доводы Гораздо Ближе Потому Что В них Есть Перспектива Понимаешь Вот Сегодня До чего Допустим Наука Дошла Относительно Этих Технологий Люди Они Собираются Жить Там И 200 И 300 Лет А До Тысячи Лет Говорят Будут Жить И ничего Не сможет Никакие болезни Никакие Травмы Повредить То Что Будут Они Выращивать Органы Любые Конечности Будут Выращивать Понимаешь Конечно Человек Глядя На это Ему Хочется Попасть В это Будущее И жить Тысячу Лет У нас Конечно Все На веру Полагается Понимаешь А у них Перспективы Конечно Молодой Человек Примет Перспективы Эти Чем Он Скажет Зачем Мне Твоя Тот мир Когда я В этом Мире Тысячу Лет Буду Жить Ну да Трансгуманизм Называется Ну вот У них Идея Сейчас Такая Даже Больше Не столько Сколько Запчасти Выращивать Для Тела Этого Перенести Как бы Они Говорят Сознание В компьютерную Какую-то Оболочку То есть Полностью Отказаться От Биологического Тела И перенести Сознание В компьютерный Мозг Есть такая тема Тоже Да Но дело в том Что они Забывают Очень Не видят То что Мозг Это не Сознание Мозг Это хорошо Настроенный Приемов Передатчик Который Воспринимает От Тела Сигналы Передает Их Душе И так же От Разума Команды Передает Через Мозг Тело Вот Если Ты скопируешь Мозг Ты не Скопируешь Личность Не скопируешь Душу Это Будет Какой-то Биоробот Это Не будет Полноценная Личность Вот А для Них Просто Личность Это Мозг То есть Она В мозге Содержится Они отрицают Как бы Само наличие Души В принципе Мозг Живет Даже Без Тела Да Если Голова Отнята От тела Четыре минуты По-моему Говорят Что Ну и Опытным путем Доказали Что Существует Мозг Работает Все рецепторы Работают Вот То есть Человек Способен Видеть Обонять Там Да Вкусовые рецепторы Все работают Четыре минуты После смерти Ну Я тоже Думал Над этим Это вопрос Как разрешить Можно Вот опять же Не зря Я думаю Это все Устраивается Вот этот Парень Я не помню Как его зовут Тоже Готовится На какой год На 18 По-моему Они готовят Операцию Ну он Такой инвалид Детства И Хотят ему Тело Пересадить Да Помню Да Что-то Голову Его Голова Да На тело Другого Человека То есть Тут будет Конечно Конечно Душа находится В крови В сердце Человека Конечно Он будет Уже Если Эта операция Пройдет Успешно И если Хотя бы Ему Три Дня Удастся Пожить Это Мы Просто Увидим Что Это Будет Другой Человек Совершенно Мысли Да У него На этом же Уровне Останутся Но У него Он Не сможет Испытывать Любовь Допустим К матери К своей Которую Сейчас Так Любит Для него Она Будет Просто Чурым Человеком Мне Операцию Делали Сколько 14 Лет Назад Первая Операция Травма Произошла Вот И тогда Уже Мне делал Один Из хирургов Наших Родских А он Такой Перспективный Человек Был Известный Тоже В этих Кругах Нейрохирургов И он Тогда Уже Говорил Вот 14 Лет Назад Ну Считай 15 Лет Назад Он Тогда Уже Говорил Что Есть Технологии Которые Позволяют Сегодня Отнять Голову От Тела Пришить Ее Назад И Человек Будет Функционировать То есть Опытным Путем Уже Видимо Может На Животных Проводили Я Не знаю Где Да Сразу Вспоминается Голова Профессора До Уэля Да Да Ну А что Ну Еще Знаешь Сколько 30 лет Назад Допустим На Уровне Фантастики Было По Пересадке Сердца Да Это Что Ж Было В Те Времена Это Просто Нельзя Было Помыслить Об Этому Не 30 Лет Но 50 Лет Назад Возьмем Ничего Си Сердцев Тогда Люди Сердце Пересадить А Сегодня Также Думают О Голове А Кажется Через 5 Лет Это Будет Нормальная Операция Повседневная Будет Ну Это Все Стремление К Телесному Бессмертию То Есть Жизни Без Бога Вот Потому Что Отвергается Воскресение Мертвых Отвергается Вечность Души Как Таковой Люди Вот По наивности Своей Тоже Как бы Мечтают О том Что Будем Жить Вечно Но Человек Не Понимает Что Это Разрабатывается Для Богатых Людей К Концу Этого Века На Земле Уже Ну Подсчитали Будет Жить Около Десяти Миллиардов Человек Растет Но Если Конечно Не будет Ни катастрофы Ни войны Вот В Прогрессии Растет В каких Масштабах Вот Конечно Они Не позволят Властить Вот Это Сегодняшние Распорядители Жизни Это Чтобы Ресурсы Кончались Ну Ладно Ресурсы Вода Вода На Земле Пресная И Конечно Они Будут Максимально Сокращать Население Планеты Вот А люди Надеются Жить Вечно Ну Это Что Это Если Мы Оно Жи Как На Земле Идет Ну Буквально Пропорционально Симметрично Идет Количество Смерти И Количество Рождений Сколько Умирает Столько И Рождается На Земле Ну Там Плюс Минус Какой То Вот А ты Представляешь Если Люди Перестанут Умирать Это Это Буквально За Десятилетие Это Невероятный Скачок Вообще Роста Населения Там В десятки Раз Кому Это Нужно Ну Тоже Да Я Слышал Про Это И Кстати Вот Фильмы Голливудские Это Сейчас Активно Пропагандируют Что Будет Какая Глобальная Катастрофа Которая Так Как Они Говорят Почистят Человечество Что Типа Это Человечество Раковая Опухоль На теле Земли Ну Такие Высказывания Просто У них Там Есть То есть У них Это В планах Вполне Ну Я Так Вот Смотрю Допустим В России Да Сибирь Это Вообще Пустая Никого Нет Основная Концентрация Народа В городах Таких Крупных Там Москва Петербург Ну Там Болгоград Тот же Там Ну То есть Все Как бы Скопление В городах В основном Не Знаю Насколько Они Говорят Что Эти Земли Они Как Непригодные Для Проживания Вот Но Я думаю Тоже Боитесь Сибири Сибири Она Знаешь Я Недавно Только Об этом Несколько Дни Днадцать 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 Если Уж Мы Называемся Православной Страной Да И Вот Опять Я Беру Вот Этих Царебожников Которые Сейчас Выступают За Ну За Царя Ну Как Не То Что Выступают А Просто Требуют Царя Да У Бога Вот И В то же время Они Ратуют За то Чтобы Сохранить Эти территории Огромные Ну Если Ты Христианин Да Если Ты Христианин Любишь Других Людей То Посмотри Тогда На Индию Сегодня На Африку На Китай Посмотри Когда Людям Восток Весь Возьми Показывает Ну Вода Сегодня Буквально На Вес Золото Вот А У Нас Ее Избыток Изобилие Так Если Вы Хотите Мира Отдайте С Миром Этим Людям Эту Землю Коял Где-то Слышал Что Из-за Того Что В России Покаяния Нет Аборты Разрешены Тут Китайцами Все Будет Заселено Потому Что Они Плодятся У них Все Нормально Слышал Я Не знаю Будет Так Или Нет Но Смысл Тот Что Вы Своих Детей Убиваете Значит Одному Другому Народу Господь Если Вам Земля Вы Не Используете Не Плодитесь Тогда Другой Народ Займет Который Не Убивает Свои Наталья Мы Люди Мы Требуем Справедливости На земле Это Будет Очень Справедливо Что Если Если Мы Не Наполняем Ее Другие Наполнят Сейчас В учебниках Программе Китайской И прописано Так же Я не знаю На каких Там Предметах Преподают Это Учение Что Сибирская Земля Принадлежит Китаю Они Исторически Это Доказывают Это Это Земля Наша Нам Осталось Только Переселиться На эту Землю И Что Противостоять Этому Никто Не Будет Потому Что Она Законна По Праву Наш То Есть Им Так Говорят Конечно Ну А почему А почему Если Украинскому Народу Легко Так Внушили Что Русский Народ Не Братский Да А что Китай Состоит Какую Трудность Их Народу Доказать Что Это Земля Что Ну Да У 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 Такой Может Быть Вера Такая Была Что Все Таки Народ Одумается Вот И Господь Конечно Даст Такого Человека Который Поведет Этот Ну Пусть Царь Он Будет Да Называться Или По Другому Человек Который Поведет Наш Народ Вот Светлое Будущее А потом Глядет На Это Все Не Какое Какое Тут Покаяние У У Нас Есть Исторически Убирался Каялся Тогда Народу Нечего Было Отказываться Народ Был Крестьянский Люди Не имели Ничего Ну 90% Населения Это Был Трудовой Народ Но Сегодня Люди Совсем Другие Да Я Даже Выглядываю Из окна Во двор Я Просто Обалдеваю Там Не то Что Плюнуть Некуда Ногу Некуда Поставить Везде Машины То есть Просто Вот У меня Фотография Чернобелла Есть Моего Двора Где-то 88 Для 87 Год Там Одна Машина И то Это Она Не из Этого Двора Откуда То Приехала И Ваши Машин Вообще Не Был Вот Комфортом Захватили Душу Человека А Теперь От Этого Комфорта Попробую Откажись И тем более Откажись Ради того Чего Ты Не Видишь А Вот Это Я Могу Потрогать Я Могу Туда Сесть Я Могу Это Укусить Вы Что-то Рассказываете Про Какие-то Непонятные Царствия Небесные Какие-то Бок Непонятные Какой-то Покажите Мне Непонятные Женщина Непонятные Все Божьи Какие-то Какие-то Были бы мы Верующие Непонятные Когда у тебя Нет Надежды Это Ну вот У тебя Такое Положение Есть Я Просто Это Вижу В нем У него Как бы Именно Вот То Что Описываете Потому Что У него Начинаются Такие Как Всплески Тревожность Какая-то А это Уже Как бы Его Мне Так Кажется Душа Просто Последние Как сказать Тревогу Убьет Что Уже Все То 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 До Телесной Смерти Осталось Немножко Совсем Ну вот То есть Уже Были у него Как бы Высказывания Что он Там С собой Что-то Сделает Или Как Бес Его Как-то К чему-то Подведет И он Действительно Сделает Вот Или Может быть Просто Там Не знаю Упадет Как-нибудь Там Поранится Еще Что-то Болезни Не Никакого И А зачем Ты говоришь Подведет А зачем Подводить У него Душа Уже Она Может быть Связанная Она уже У сатаны Находится Это вот Только Живет Я Рекомендую Посмотреть Есть сериал Не помню Сколько Серий По-моему Шесть Серий А может Быть Смотрел Называется Казус Кукотского Кукотский Это был После войны Во время Войны Он тоже И до войны Он Он Женским Делам Там В общем Как Как их Называют Гинеколог Он Гинеколог Да Вот Профессор Был Как раз Он Кукотский После войны Продвинул Идею По Разрешению Аборта Потому что Была Сильная Женская Смертность Делали Женщины Сами Себе Аборты И он Как бы Настоял Государство Убедил В том Что Надо Легализовать Аборты Вот И в этом Фильме Это Снимал Грымов Вот И он Как раз В этом Фильме Хорошо Расскрывает То Как Еще При жизни Человек Живя Но Душа Его Уже Связана Понимаешь То есть Он Уже Не Может Зовладать Со своей Душой Он Не Может Ею Управлять Потому что Сатана Полностью Ее Связал И Как бы Имеет Над Нею Власть Это Люди Уже Мертвые Душой Как бы Их Тело Живет Сердце Бьет Гоняет Кровь Мозг Работает Еще Но Души Там Уже Нет Да Печально Ну Вот Кстати Я тоже Об этом Думал Потому что У него Как бы До 2008 Года Была Своя Фирма И Было Очень Много Шальных Денег Не Заработанных Честным Трудом Именно Шальных И он Швырялся И Прочее Прочее Но Это Как бы Не Главное У него Был Там Один Компаньон Который У него По-дворовому Постоянно И я Как-то Так В беседе Спрашиваю Почему-то Мне-то Хотелось Этот вопрос Задать Говорю А не Было Там У них Какого-нибудь Ритуала На Привлечение Денег Или Еще Что-то Мне кажется Было Делали Чего-то Так Вот Он Может Быть Не Верил Но Это Все Сработало Конечно Я Верю На Сто Процент И Вот Этим В том числе Дополнительно Как бы Душа Его Связала Тоже А сейчас Он Того Всего Лишился То есть Ну Денег Нет Фирму Потерял Вот И Плюс Уныние От Этого Что Нет Больше Того Бабла Шального И Плюс То Что Они Делали До Того Ну Конечно Беда Вот Этот Случай Николай Там Тоже Воспоминает Когда Выход Из Тела Было Тоже Было До Травмы Да За Полгода До Травмы Это Господь Показал Мне Ну Это Я Уж Потом Думаю Что Господь Показал Ну Как Я Уже В принципе Вера У меня Была Сильная Вера В То Что Я Уж Тогда С Людьми Мог Говорить Как Ну На Уровне Каких Знаний Которые Я Имел Из Телевизоров Там Из Книжек Из Каких То Таких Я Тогда Читал Когда Я Читал Знаешь Кого Книжка Диагностика Кармы Сейчас Он Известный В интернете Тоже Проповедник Такой Ну Как Он Христианин Он Верил Верить То Что Бог Христос Он С Православием Так Относительно В нем Он Как же Его Зовут Я Забыл Но Он Очень Глубоко Вот Это Внутреннее Расскрывает Ну По грехам Нашим То Что Болезни Он Расскрывает Какие болезни За какие Грехи Конкретно Человеку Даются Забыл Его Фамиль Вот Я Как раз Тогда Эти Книжки Все Читал И Как Б С Людьми На Эти Темы Говорил Много И Понимаешь Мне Тут Господь Показывает Выход Из Тилы Ой Это Вообще Ну Да Я Представлю У меня Такого Не было Опыта Но Это Я Это Страх Наверное В первый Момент Непонимание В первый Момент У тебя Ничего Нет Вообще Ты Ничего Как обычно Себе Ощущаешь Ты Да Ты Причем Ну Я Я Был Под потолком Понимаешь И Для меня Это Не было Удивительно Я Потом Уже Думаю Почему Я Не Удивился Что Я Летел Для меня Это Нормально Было Я Под потолком Ну И Что Под потолком А Потом Как Я Объясняю Ну Это Состояние Души Душа Просто Пришла В свое Состояние Осознание Себя Да Вот Она Сейчас Душа В теле Томится Поит Она Душа По сути Свободна Она Не знает Смерти Она Вечно Живая Да И Когда Она Отделяется От тела Она Сама По себе Вот И Никаких Удивлений Для нее Не будет А Когда Тело Увидел Собственное Ну А Тело Когда Увидел Вот Тогда Уже Страх Напал Да И Страх Это Я думаю То Что Она Душа Опять же Она Осознала Что По Греховности Она Не может Далеко От тела Отдаляться Потому Что Слишком Грешная Она Она Наверное Поняла Что Она Если Сейчас От Него Пойдет И Ее Души Ну Духи Эти Сейчас Сразу Подхватят И Утащит Да Может Господь Это Вложил Понимает Но Это Страх Взялся А Как-то Я Тогда Не Понял Что Это За Страх Мне Страшно Что Я Вышел Из Тела Знаешь Сейчас У Людей Есть Фобии Такие Человек Боится Свободного Пространства То Кошка Которую Продержит Всю Жизнь В квартире Или В доме На улице Выносит Она Не знает Куда От страха Ей Деться Она Ищет Замкнутого Пространства Так Вот И Душа Она Которая Греховная Она Из тела Боится Выходить Да Да И Вот В описании Я не понял Какая глава А вот На законнославянском Как раз Олег Свиняев Об этом Говорит Там Такой Глагол Интересный Иждинут То есть Вы Насильно Истяжут Истяжут Да Ну вот Значит Ты правильно Немножко Понял То есть Ну Смысл Такой Что Она Не свободна Тело Будет Покидать А ее Вытащат Вырвут Она будет цепляться За тело И ее Оттуда Вырвут Да Почему Вот И смерть Там Рисуют С косами С мечами С терпами С какими-то Режущими Предметами Потому что Она разрывает Вот эти Связи Души 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 С телом Привязан Привязан К миру Вот И Почему И Христос Говорит Что Верующие Меня Не увидят Смерти Это Вот И значит Что Истинная Жизнь Когда Человек Поймет То Для Него Смерть Она Не придет Так Как Для Неверующего То есть Ему Нечего Будет Разрывать Это же было у кого из святых У меня Но имена На фамилии Памяти Вообще Нет Вот Может У меня Как раз Да у меня И раньше Ее не было Это Житие В одном Описано Вот Святой Просил К нему Ангел Пришел Он говорит Умоли Господу Чтобы Кончина Моя Была Такая Ну Безболезненная Быстрая Вот А его Ангел Взял за руку И говорит Ну Пойдем Сейчас я тебе Это что покажу И Я не помню Там Подробности Это я так От себя Уже рассказываю И они идут Что-то Общаются Он спрашивает У ангела Ангел отвечает А тот Ангел Говорит ему Остановись Вот И они Останавливаются Он говорит Ангел Говорит Обернись Посмотри Он оборачивается И видит свое тело Он даже не понял Что он умер И вышел из тела Да Вот у меня То же самое Было Я не понял И в молитвах То тоже Есть там слова Такие Что Безболезненная Мирная кончина А ее уж Как бы Господь Тоже дает Вот Но не всем Конечно Дает ее Именно в таком Виде Но смысл Мне кажется Как раз в том Что Человек уже Здесь на земле Привизи Вот эти все Сознательно Разорвал Понял истину Вот Понял истинное Благо И для него Все вот эти вещи Эта земля Они уже не так важны И Душой Он не цепляется За них Конечно Я праведник Я не так Я только мечтать Не остается Такой смерти Я мечтаю Знаешь Уснуть Умереть во сне И проснуться Уже В другом мире Вот как бы Есть такое Желание Конечно Ну как будет Неизвестно Я много раз В вагониях Таких Умирал Отходил Вот Поэтому Еще Лишний раз Не хочется Конечно В вагониях Страшно умирать Ну больно Очень В общем Я видел Точнее не видел А слышал Как мой отец Четыре дня Умирал Это не приведи Господь Ну мне кажется Господь просто Видит Как бы Дух сильный И Ну просто Награду больше Как бы Собирает Очищение Да Это Очищение Я думаю Это тоже Одна из разновидностей Очищения Огнем Ну то есть Один из способов То есть Есть очищение Огнем Когда Господь Через испытания По жизни Проводит А есть Испытание Огнем Когда Да вот Именно Подает Вот такие Вот муки Перед смертью Ну кому Сколько Дает Очиститься Кто знает Кто знает Что в тот момент Душа чувствует Или Осознает Ну да Да И причем У Бога Это нет Ни времени Ни пространства Это нам кажется Четыре дня А там Для человека Кажется Может быть Это сорок лет Вот этих испытаний Еще вот Еще вот Конечно Современному человеку Трудно В этом всем Круговертии Этой Колесей Берлищем Осознать Прикоснуться Как-то Хотя бы Прикоснуться К этой Вечности К пониманию К того Что Вся эта суета Она кончится Вот И уже не будет Этих забот Мирских Ничего этого Не будет Вот И как бы Душа-то Она По идее К покою Стремится Но к покою Какому Покою В Боге С Богом А ее Постоянно Вот сатана Пытается Суетой Вот этой Завлечь Круговерти Вот этими делами Типа важными Но совершенно Бесполезными Какими-то мыслями Телевизорами Этими Обольщениями Мира всего Вот И человек В этом крутится 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 А потом Бах Смерть Внезапная Там допустим В автокатастрофе И душа растеряна И ничего не понимает Мы Опять же Не ко всем Относится людям Но к большинству Есть конечно Люди Много лентяев Таких Которые К созидательству Не стремятся А по сути Большинство людей Они все Они творцы По сути Своей Им надо Что-то делать Самореализоваться Можно так сказать Вот поэтому Люди Почему Они просто Неправильно Понимают Сегодня Процесс Вот этой реализации И как бы они Они видят Вот в этих своих Достижениях Мирских благ Самореализацию Да Но это обманул Да Лукавый Вот А Господь К этому и призывает Он же дает талант И просит Можно сказать Ну не просит А предлагает Умножение талантов Вот И мы должны стремиться А в чем стремиться Умножить таланты А именно В добрых делах То есть Отвержение себя И Ну как бы Помощи Другим людям Да В этом самом Мы умножаем Свой талант Видишь А люди Они вроде Им кажется Что они Самореализовываются А это По сути Пустышка Вот Они Богатство Собирают себе Не на небе А на земле Ну да Помню вас С художником Там какая-то беседа была Ему тоже Все было трудно понять Для чего Он там Это все рисует Еще чего-то Ну Творческий Такой Человек Ну Ну Как бы Смысл Истинного Творения Он как бы Ну Не уловил То есть Он именно В образах В этих Именно Красками Видел Какое-то Самовыражение Я сегодня Только с одним Человеком Друг приезжал Ко мне Перевозили Меня Стук Беседовал На этот вопрос Мы с ним Вот сегодня Родители Да Молодые родители Идет у них Дочка В первый класс Но они стараются Ее Чтобы она Красивее всех Выглядела Чтобы она Самой богатой Одежды Была у нее Чтобы Она как бы Этим Выделялась Понимаешь Но Господь не к этому Призывает Вы оденьте ее Скромно Пусть она Пусть она И выглядит Невзрачно И прическа У нее Не самая Аккуратная Пусть она Душой Духовную Красоту Свою Перед Этим Первоклассниками Новыми Своими Открой Пусть ее Узнают Со стороны Человека Доброго Не человека Богатого А человека Доброго И за это Будут ценить Ее Вот А Видишь К этому Вроде с этим Все соглашаются Но этот путь Как бы Человек боится Что и над ним Смеяться Будут сегодня Его Не примут Вот таким Ложный стыд Бесовский Человек стремится В первую очередь Да Украсить себя Не той Не божественной Красотой А красотой Бесовской Через одежды Прически Я вот Хочу сказать Мне Господь Было Несколько Моментов Таких Я не знаю Как это описать Ну словами Трудно Описать Конечно Но вот Он мне Давал Показывал Как бы Вот Ну это Не то Что я Видел Визуально А мысленно Показывал Мне Как бы Мою же Душу Ту Которую Вот он Вложил Изначально То есть Как пример Как образец То есть Вот смотри Что Как бы Я тебе дал Ну я имею в плане Частоты Вот И как бы Как тебе нужно Хранить Себя Вот Это не значит Что не надо Развивать Те таланты Которые Господь дал А именно Что Как сказать Вот То чем Я ее Запачкал Уже В этом мире И то Какая она была Изначально От Бога Ну вот То есть Он мне Вот это давал И это Конечно Удивительно Очень И ты Как бы Смотришь На себя Но это Как бы И не ты То есть Такое ощущение Что вот Взяли Твою личность И через Какой-то Фильтр Так Протолкнули Вся Вот эта Грязь Осталась Там А вот Все Что От Бога Осталось Вот здесь И Бог Тебе это Показывает Пусть нас Господь И видит Какими мы Будем Но Знаешь Как Все равно Все в наших Руках Как бы У Господа У него Проекция Есть Он нас Может Как рассмотреть И с худшей Точки зрения И опять же С лучшей И он Дает Вот эту Свободу Он Видит Нас Как бы В Духе Человека Отвергающего И может Посмотреть На нас В духе Человека Расположенного К Богу А ты Тут уже Выбирай Между двумя Вот этими Ролями Да Вот еще Еще один Момент Вот у меня Он Как бы Тоже Смущал В определенный Момент В определенного Времени О предизборности То есть Где вот Апостол Павел Говорит Что вот Предузнал Предизбрал Придите Благословенный Отца Моего Царства Готового На Вновь Вновь Мира То есть Меня Это Как бы Искушало В том Плане Что я Думал Как Так То есть Что Бог Все Уже Определил А что То Что Что Человек Убирает А потом Я По другому Как бы На это Взглянул Не то Что Бог Там Определяет Да Что Он Расписал Все Ходы Там Да Как Шахматы Каких То есть План Действий И вот Люди Там Как Пешки Ходят Нет Не Так Что Человек Существо Во временное То есть Он приходит В этот Мир От Времени То есть Он Не Предвечный Он Только Получает Часть Вот Этой Вечности От Бога В виде Души Как бы И Она Все равно Приходит От Времени То есть Во Времени Нет Там У него Заранеки Заготовленных Душ В каком-то Хранилище Он Там Их Выдает Вот Она Творится Именно Вот В момент Временной Но Бог По Предвидению Своему Он Знает Путь Потому Что Он Вне Времени Это Все равно Что Как Река Течет Куда То Да Разветвляется Там Одна Пошла Налево Другой Направо Проток И В ней Рыбы Вот А Человек Который На берегу Стоит Вне Реки Он Он Куда Рыбы Плывут Куда Это Все Движется А Рыбы Они Не Понимают Что Река Течет Они Как В этой Реке Как В своей Стихии Находятся Вот Другого Попустил Попустил Потому Что Знал Что Он Это Все Выдержит Вот Поэтому И Попустил Конечно Знал Сатана Не Знал А Бог Знал Да Разве Господь Попустил Бо Сатане Посмеяться Над Ним Конечно Нет Нет Ну Что Брат Будем Прощаться Хорошо Да А то Морь Что Вот Раз Много Говорили В следующий раз Не о чем Будет Говорить Да Ну Всего Доброго Сергей Вот Радости Божьей Чтобы Меньше Огорчали Духовно Вас Близкие Больше Радовали Это Самое Главное В этом Знаешь Как Сказано Что Все Добрый Будем Принимать От Бога А Злой Не Будем И В этом Тоже Научать Себя Надо Я Знаешь Раз Тоже Думаю Над Этим Вот А Это Знаешь Я Монах Вспоминаешь Вот Они Жили Десятками Лет Уходили В этих Пустыни Да Вот Он Живет Откуда Ты Знаешь Что В тебе Есть Внутри Есть Такие Страсти Которые 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 Врач С Людьми Жизнь Такой Мирской Ты В мир Приходишь А Неизвестно Что Из Тебя Потом Выплывет Вот Поэтому Надо Воспитывать Себя Как Б Где Поставлен Там Не Надо Никуда Уходить Где Господь Попускает Тебе Находиться Там И Воспитывайся Вот Главное Принимать Все От Господа Все От Господа Пускай Пускай Но Все Будет Оно Тут Недолго Осталось Еще Знаешь Помучиться Все Пройдет Да Это Нам Кажется Тяжело Долго А Кажется Что Там Вообще Это Пустяшное Дело Было Да Да И Что Подвига У нас Никакого Не Будет Все Только От Господа Все По Милости Его